В татарских и башкирских деревнях в первый день ноября празднуется один из старейших обрядов по привлечению удачи – праздник Белых Перьев. В этот день хозяйки забивали многочисленную стаю гусей. По преданию, именно после первого выпавшего снега собирались все соседи и ощипывали птиц. Этот обряд дошел и до наших дней. Традицию празднования Дня Белых Перьев приняли у своих предков и хозяйки деревни Саузбаш. Ежегодно этот праздник жители деревни отмечают в хозяйстве у Марвы Валиевой. Это у нас тоже по традиции передавалось. У меня мама вращивала каждый год. Когда в детстве мы тоже этим занимались, она нас обучала. А потом я сама, когда уже вышла замуж, отдельно начали жить, я сама начала этим заниматься. Из 15 гусей получается только одна хорошая подушка. Можно сказать, из 10 вот одну подушку готовлю я. Почему так? Ну, чтобы вот подушки такие, вот такие хорошие были. Ну, вот из размера 70 на 70 одна только подушка получается. Это встреча с родственниками, со своими друзьями, односельчанами, соседями. Все собираемся, вот сейчас вот песни поем, танцуем. Это же интересно. В этот день девушки и женщины по преданию соревновались в мастерстве ощипывания пуха и изготовлению из перьев щеточек для смазывания сковороды. Кроме этого из пуха дамы готовят и подушки – главный символ достатка в старину. Отметить традиционный праздник белых перьев в хозяйство пришли с детьми, чтобы передать традиции самого старого праздника. Буду щипать перышки. Для чего здесь щипать перышки? Чтобы делать кисточку. Еще буду делать слив подушку. Коронным блюдом в этот праздник является гусь и, как ни странно, блины. Однако прежде чем приготовить птицу, ее нужно ополоснуть в родниковой воде. А по пути молодежь разбрасывает перья для того, чтобы и на следующий год урожай и достаток в доме приумножились. Ежегодно, когда очипываем гусей, очищаем, потом споласкиваем, идем с девушками в колодцу холодной водой. После такого процедуры гуси становятся пышными, чистыми. И обратно возвращаемся тоже с песнями и желаем хозяевам удачи. По словам участницы обряда, современным людям широко известен только один национальный праздник – Сабантуй. Поэтому для старшего поколения очень важно передать подрастающему и другие национальные традиции, которым является праздник белых перьев.